всем здравствуйте рада вас приветствовать на своем канале сегодня что-то я хотела сказать а я хотела напомнить о том что в описании к любому моему раскладу вы сможете найти список раскладов моего канала можете посмотреть что уже есть у меня на канале какие расклады есть каких нет если нет вы можете их предложить я в принципе ориентируюсь на те расклады 1 которых на моем канале вообще не было второе которые достаточно актуальны для вашей жизни именно в контексте самопознания ну сколько вы знаете что я не делаю расклады про отношения что вы хотите понять в себе да разобраться в чем-то почему например что-то работает что-то не работает в каких-то сценариях и такие необычные расклады которые я делал на мой взгляд необычные которые я делал о том что быть если я сменю свое имя либо свою фамилию как вас видит ваш питомец ну вот такие вот если бы вы были феи да и либо если бы деньги могли разговаривать чтобы они сказали о вас такие интересные достаточно забавные расклады на мой взгляд я тоже люблю делать я просто и по жизни не люблю повторяться видимо не знаю для кого-то проблема может быть или нет вот я не люблю читать книги два раза фильмы смотреть два раза не скучно становится это вот по поводу тем которые вы иногда предлагаете а еще хочу сказать такой один момент что иногда вы предлагаете темы которые больше подходит для личного расклада вот не потому что это не интересно многим людям а потому что за данной тематикой например я чувствую что скрывается нечто большее и для того чтобы докопаться до истины человек получил тот ответ который он хочет нужно мне задавать наводящий вопрос этому человеку вот чтобы понять что что скрывается суть да почему потому что как правило то что вы просите это следствие а для того чтобы понять разобраться да то есть вы мне показываете на выход до из ситуации что получили чтобы разобраться с ней надо понять как вы туда зашли вот поэтому это вот по поводу тем я вам благодарна за ваши донаты сегодня три позиции 1 2 3 голубенький красненький зелененький камешек как обычно вы уже знаете тайм-коды есть в описании к этому раскладу либо если вы нажмете но наведете курсор на линию которая заполняется в процессе проигрывания ролика расклад сегодня мы с вами будем смотреть который называется волшебный пенель его предложила татьяна это второй есть еще один расклад а то не который я буду делать планирую делать за этот расклад пока про проголосовала большее количество из вас да что давно нужно сделать но я упорно этого не делаю смотреть мы сегодня будем вот на каких колодок значит первая колода это танец шамана логинова вот с такой вот рубашечка она очень красивая колода а я на ней в принципе делаю расклады на отношения до когда приходит на личной консультации хотя и не люблю но если человек приходится равно как-то разбираемся вот на общий обзор я не делаю потому что не знаю она мне как-то помогает больше но сегодня помогает больше я имею ввиду делать разбирается в отношениях но она очень очень красивая такая своенравная колода вот прям логинов красивая рисует колод и ничего не скажешь все думаю может быть как-нибудь сделать обзор своих колод в них в принципе ничего такого особенного нет но какие-то моменты и детали в арканах я могу вам рассказать если будет интересно пишите в в комментариях об этом и вторая колода которую я на которой я буду работать это театр кукол это не его коробочка коробочку я заказываю там где мне делают реплики колод украинский сайт сайт кто подписан меня в инстаграме знает я на них подписана эта реплика вот в очень хорошем качестве я заказываю них колода в такую-то обложку у них и рубашку и колода безрамочная не вот я помню я говорил о том что я ее не люблю я ее действительно не очень люблю ну как тот мы с ней не можем никак подружиться колода то нормально классно но вот по энергетике мне как-то не очень как-то вот мы друг с другом не совсем подходим это вот как с людьми прям может быть и хороший но как-то не очень договориться с ним не получается а так пока я мешаю колода вы выбираете позицию я тоже настроюсь немножечко так наверное достаточно нам и давайте мы посмотрим про вашу мотивацию что давно не делаем значит позиция номер один голубенький камешек да что давно нужно сделать но я упорно этого не делаю вот мне интересно что эта колода скажет прям такая воинственно настроенная жаль 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 что я не могу вам показать но прям красивая колода ответ что прошу прощения что давно снастраивается голос что давно нужно сделать но этого не делал вот посмотрите вот какая карта сидит человека у него в ногах это знаете детский паровозик и вот он вроде бы что-то нужно делать ничего не делать но это к тому что колода достаточно такая говорящий что нужно давно давайте здесь даже не про то что делаю а бывает такое состояние знаете некого такого зависания вроде бы ничего не хочется здесь ни даже не про желание того что хочется вам делать либо не хочется а здесь такое знаете вот это помутненное состояние рассудка когда ты чётко знаешь, бывают такие моменты вот прям, знаете, действительно зависаешь, смотришь в одну точку, и у тебя в голове медленно мысли прокручиваются надо встать да, там, посуду помыть либо сходить там за хлебом либо еще куда-то, и вот эти вот мысли они так, знаете, так плавно-плавно пролетают а тебе по барабану да, вот так все фиолетовое, ты понимаешь да, сейчас я еще пять минут посижу и пойду сделаю такое вот, знаете, какое-то заторможенное состояние вроде бы одно и то же, да какая-то рутина, причем самое интересное, что вот в этом состоянии вам нравится быть, да то есть вот это не то, чтобы болото и хорошо а это вот как бы так описать-то это, знаете, вот в мультиках показывают либо в фильмах какое-то такое вот медленное медленное ощущение некой такой остановки времени когда ты знаешь четко, что тебе нужно сделать но ты этого не делаешь а почему? потому что вот в том экстазе в том состоянии, в котором вы вы находите сейчас вам в нем хорошо это не лень это как бы так сказать когда долгое время сидишь на солнышке и оно тебя согревает и потом тебе тяжело встать и собраться, да, вот как-то активничать то есть, знаете, как разморила вот вот этого слова, знаете, вот раскумарила, разморила и я ничего не хочу им делать я знаю, что мне это нужно делать но мне сейчас знаете, вот это вот ощущение какой-то внутренней потребности некой такой расслабленности, да что вот дайте это когда утром тебя тоже будет и вот желание, да что вот как будто бы я только от утра уснул и не успел выспаться и вот если вот такое желание что ну дайте мне еще несколько минут вот я вот посплю и потом я встану то есть ну я знаю что мне нужно делать и вот у вас сейчас вот такое состояние то есть вы прекрасно знаете что вам нужно сделать когда вам нужно сделать но есть какая-то некая внутренняя потребность на расслабление почему вы сжаты я хочу спросить сила вот в этом арка в этой колоде сила вообще обалденная это змей удав который сидит напротив девушки там бабочки по моему нет этого голуби сверху да и она держит у этого удава змея у него голова как будто льва и она его держит вот здесь вот за за волосы за за бороду да то есть змея мудрость сила и поймали ее здесь еще и и змей отсылка как кундалини до энергии так вот зажатость почему вот действительно такое ощущение что как будто бы ваша энергия да не проходит вот вы как бы так сказать как-то перекрыли какой-то свой канал и вот вы его держите причем это происходит достаточно осознанно вы как будто бы сами себе перекрываете кислород а почему потому что если открыть да вы понимаете что потом вы эту энергию контролировать не сможете и вам нужно будет это сделать да то есть вы как будто бы сами себя в какой-то степени сдерживаете потому что если это потом пойдет да вот прорвет как как лава да она прорывает она начинает когда вулкан извергается она начинает течь ее остановить потом невозможно и вот вы последствии как будто бы боитесь да что потом когда я начну что-то делать да я потом не смогу остановиться и то что вы будете делать она повлечет за собой некие перемены так вот вы этих перемен боитесь по сути не потому что они новые а потому что вы уже не будете тем человеком которым вы являетесь сейчас и здесь как будто бы какой-то защитный механизм вашего эгоизма да то есть эго говорит я потеряю себя я потом не смогу отстаивать свои позиции поэтому вы как будто бы из последних сил знаете здесь мне показывает как либо какую-то плотину либо какой-то камень вот вы его огромный какой-то валун и вы его сдерживаете и такое ощущение что стоит вам просто отойти в сторонку да не мешать и вот это вот все рухнет на вас как будто бы вот снежный ком снежный вот а обвал будет какой-то что-то такое и потом все покатится вниз то есть пойдут эти изменения но вы из последних сил сдерживаете чтобы этого не было чего чего вы так сильно боитесь орган справедливости давайте я буду показывать они просто красивые карты что увидите издалека то увидите чего вы боитесь вот я говорю вы боитесь вот этого некого выравнивания до последствий того что что произойдет позже попу после а почему вы боитесь этих последствий а вы боитесь как будто вы знаете новых начинаний солнца нового какого-то успеха здесь если мы говорим давайте так скажем если мы говорим о профессиональной сфере то здесь как будто бы вы боитесь славы вы боитесь признания ну то есть представьте если вы мастер своего дела и вы находитесь на каком-то среднем уровне до взаимодействия со своими клиентами то вы четко понимаете что от них отжидать это некий такой поток клиентов для вас он комфортный понятны да возможно недостаточное количество финансов которые вы хотели бы увеличить но вам здесь все понятно вам здесь все ясно а вдруг неожиданно ваш статус повышается и к вам приходят новые клиенты больше большее количество людей больше денег больше признания и здесь как будто бы теряетесь не потому что вы боитесь что вы не сможете справиться с этим а здесь вы как будто бы теряете свой какой-то комфорт то есть допустим если вы работали там с двух до пяти к примеру большее количество людей вам придется работать больше значит вы где-то себя будете ущемлять я не знаю в отдыхе если вы можете как-то полежать где-то полениться а тут не получится тут нужно будет работать здесь понимаете вы как будто бы вы боитесь изменить свою рутину вот у четверка в четверке чаш в то что вначале сидел вот этот вот мужчина так знаете тупил в одно место смотрел и это было комфортно это приятно вот и вот это вот затупление она как будто бы сдерживает вот те изменения а вы боитесь что будет признание и вы как будто бы не справитесь во первых вы не справитесь а во вторых ваша жизнь изменится и так вот вот этот вот здесь как будто бы вы боитесь изменить свой комфорт уют привычное все понимание жизни которые присутствуют у вас не очень сильно боитесь предательства посмотрите здесь пятерка мечей в этой колоде очень красивая когда мужчина убивает своего врага да ну не знаю человека не бывает что врага вот и вместо этого одновременно да то есть получает удар от козла в спину то есть убивая другого по сути убиваете сами себя на то есть при здесь какое-то предательство но козел здесь мне кажется все таки отсылка идет к дьявол то есть подвох некий такой подвох то что делаете вы для другого человека это как это выражение да не копай яму другому сам нее попадешь вот здесь вот такое выражение хорошо что то есть у меня такое ощущение что вот вы боитесь какого-то предательства что здесь чего именно вы боитесь да пятерка жезлов вы боитесь конфликтов вы боитесь ссор вывод то что я не сказала допустим про клиентов да вы боитесь что будет новые люди причем знаете такое ощущение что у вас есть какой-то определенный круг с которым вы взаимодействуете с ними все понятно а тут придут новые люди с новыми характерами и вы не знаете как с ними взаимодействовать и это страшно это вас страшит и почему-то вы сразу достаточно так настороженно относитесь к чему-то новому к новым людям почему-то вам кажется что они будут приводить вас каким-то конфликтам ссором противоборством да вы не сможете договориться вот здесь понимаете здесь как тут мне кажется больше профессиональная сфера и финансовая и вы сдерживаете сами себя но все же мы хотим спросить что давно нужно сделать на что же все-таки нужно сделать восьмерка мечей да в принципе просто начать делать посмотрите здесь девушка сидит в углу связанная по рукам по ногам рядом клетка клетка открыта и рядом с клеткой лишь лежит нож то есть она в любой момент можно дотянуться развязать порезать свои руки ноги связанные веревкой да и освободиться то есть все в принципе здесь вопрос заключается в том хочу ли я сделать что вам нужно сделать просто начать действовать просто начать действовать здесь что мне веревка либо это с как карпион а замок да то есть есть замок уже открыт вы сами понимаете вы просто сами не хотите что еще нужно ну что нужно сделать рыцарь педакли просто нужно идти двигаться начать двигаться но для вас это очень сложно посмотрите рыцарь педакли здесь мужчина который тащит мотоцикл в гору во первых это медленный процесс достаточно такой тяжелый если вы когда-нибудь и не знаю толкали на мотоцикл либо боже мой как-то вот просто держали его в руках рядом не сверху а рядом да то есть это достаточно тяжелая машина а тут еще и в город то есть это трудный путь да здесь какая-то вот тяжесть причем есть некие такие препятствия в этом деле то есть вам кажется да чтобы двигаться дальше это ну очень трудно причину да я вам объяснила на здесь есть страхи непосредственно что будет давайте посмотрим если вы все-таки начнете двигаться здесь ощущение того что вы знаете куда вам нужно двигаться что будет если вы начнете двигаться у вас будет очень быстрое развитие посмотрите какое быстрое развитие человек бежит с копьем вперед огромная скорость коршун дали его сокол скорее всего курсу а может быть соку но в любом случае птица очень быстро птица говорящая о о развитии у вас пойдет очень быстро какой-то вот прорыв развития чем начнется движение очень быстро и ну и выпала карта которая говорит дальше говорить ничего не надо да то есть то что нужно было сказать ты уже сказала да здесь уже все известно давайте я еще посмотрю на на этой колоде да и уточню что же вы боитесь то есть отвечая вам на вопрос что давно нужно сделать но вы упор на это не те просто двигаться двигаться здесь скорее всего профессиональной сфере вы знаете куда вам нужно двигаться и вы знаете что нужно сделать что спросить ну что вам поможет а вот сдвинуться с мертвой точки вот что поможет и опять у нас идет аркан силы на повторе что вам нужно сделать вам нужно просто знаете захотеть использовать свою силу воли здесь ощущение того что иногда вы зависаете вот в этом комфортном состоянии до когда вас раскумарила и вас надо вытаскивать оттуда силы то есть вам нужно у вас это периодично периодично скорее всего пытается к личность какая-то вы достаточно часто впадаете в такое состояние вам нужно научиться вытаскивать себя силы на силы из-за этого состояния применять силу воли силу воли еще что то есть ну как будто бы насильно радость наполняя себя радостью вам нужно замотивировать себя на дальнейшее движение что вы то что вы хотите получить если мы говорим о профессиональной сфере не включать страхи по поводу того что он мне страшно я не справлюсь как я дальше буду взаимодействовать да если придут люди там и будут вниматься и указывать мне на то что допустим я не мася не профессионал ну в общем все возможные сомнения которые у вас могут возникать так вот вы должны делать акцент для себя не на негатив а на позитив какую радость вы получите от той цели во первых вам нужно определить цель потому что у меня есть такое ощущение что вас все устраивает да пускай это будет недостаток финансов какой-то недостаток роста вы достигли своего какого-то пол потолка в профессиональной сфере но дальше вы как будто бы не видите смысл зачем меня все устраивает да пускай это не стопроцентно мой потенциал вот я могу больше но меня все по крайней мере устраивает да не то есть зачем и вот вам здесь нужно замотивировать себя радостью вам радости не хватает здесь как будто бы знаете не хватает смены какой-то обстановки не нужно нужно здесь немножечко кому-то вы знаете вот развеется новых впечатлений не хватает что-то вам нужно сменить вашем образе жизни либо хоть бы бывать каких-то местах которых вы не были что наполнит вас радостью вот именно радость знаете вот когда человек влюбляется у него появляется вдохновение да я хочу это сделать я хочу не знаю просто творить с кем-то общаться куда-то ходить здесь появляется внутренняя мотивация вот это вот влюбленность да вот этих вот эмоций вам не хватает если вы в конечной цели который вы себе ставите а вам нужно совершить какой-то прорыв если вы там найдете какую-то вот достаточно такую позитивную эмоцию очень яркую да то вы это сделаете вам радости не хватает по жизни и опять идет пятерка мечей на повторе стресс для вас вот вот этот вот прорыв да вот это движение дальше она вызывает вот прям огромный стресс для вас почему в чем в чем причина я хочу понять что вы так стрессуете по этому поводу интерес то ли вам не интересно нет здесь что-то другое так как будто бы отсутствие интереса понимаете здесь в утащению того что Не надо вам Дальше как-то двигаться Вы не понимаете Я говорю ощущение того, что вы не понимаете Зачем мне дальше двигаться Зачем мне дальнейший какой-то рост Дальнейшее развитие, меня все это устраивает Ну хорошо, тогда в таком Случае вам просто не хватает радости На данном этапе То есть наслаждайтесь данным этапом Но здесь дело в том, что вы и наслаждаться Данным этапом не можете Если вы тупите, вы не наслаждаетесь здесь нету кайфа вы как будто вы затупляете свои эмоции все свои органы восприятия затупляйте чтобы не чувствовать почему почему вы не позволяете себе чувствовать столкновение с чем и будущее скрыт вот представляете две колоды и и обе колоды вот будущее скрыто да не показывает так ладно не хотят карты сказать скажу так есть что-то в этом будущем что вас очень сильно напрягает какие-то столкновения о которых я говорила ранее да что есть какая-то программа пугающая вас в вашем будущем что причем у вас идет ориентир в этом будущем на негатив что вот то что будет профессиональной сфере даже если это будут деньги до большие деньги к примеру намного больше чем вы зарабатываете потому что вы чувствуете что ваш потенциал намного больше вы осознанно отказываетесь от этого почему потому что здесь вот какая программа давайте вам дотянусь и я посмотрим здесь какая-то у вас программа стоит негативная сессия дотянусь до сель колод я вам скажу что у вас здесь за программа почему вы боитесь идти в будущее боитесь каких-то столкновений ссор а ну во первых вы боитесь всевозможных конфликтов большее количество людей общение с большим количеством людей он вас вызывает вас коммуникация вообще вызывает страх почему потому что это против не причиняет вам боли это причиняет вам дискомфорт и люди вы боитесь людей потому что во первых не умеете потому что во вторых вас какой-то опыт прошлый был негативный и вы ожидаете то что чем больше людей тем больше неприятностей вот здесь вот вам люди они причиняют вам какую-то неприятность какую-то боль поэтому вы стараетесь как-то оградиться каким-то количеством людей которые вам известны что здесь за программа негативная программа бедность программа на бедность вообще здесь прям такой конфликт внутренний идет а то есть я хочу большего я способен на больше а с другой стороны есть вот эта вот программа программа на бедность у меня такое ощущение что у вас нету программы счастья да то есть не было ни вашей семьи они вашем окружении вы кого-то вы не знаете что такое счастье что такое вот я не знаю что такое позитивное радостное действительно удовлетворение от жизни то есть если вас спросить как решаются какие-то проблемы трудности сложности вас огромный опыт а вот удовольствие жизни ради удовольствия высокого опыта нету и поэтому вы себе создаете вот эту вот программу именно на бедность на несчастье а сейчас пришло время такое да что вот какая-то грань нужно ее переступить а в этой грани есть новая программа счастье а вы ее не знаете вы ее боитесь вы боитесь вот этих внутренних столкновений ценностей внутри себя поэтому вы сдерживаете то что я сказала увидела до последний момент еще какая программа программа смерти на я говорю вот это вот завершение одного цикла и начала другого здесь не про то что я не заслуживаю до этого счастья а просто потому что я не знаю это не моя программа ну это знаете вы как это не моя одежда да я я не знаю какой ее носить да и вообще не мой размер зачем она мне нужна вот здесь вот про это контроль потому что там вы теряете контроль то здесь поэтому я и говорю здесь вот худо-бедно как говорится но она свое это может быть даже в отношении до худо-бедно но я знаю этого человека мне не нравится мы с ним может быть не живем нормально по-человечески но по крайней мере здесь все понятно вам говорят допустим что вас за поворотом ожидает другой человек вот ваш человек для счастья для радости и вы сомневаетесь а нужно ли мне это счастье понимаете здесь такие сомнения потому что здесь вот такие вот программы ну хорошо первая позиция вот вы все знаете вот мне такое ощущение прям выпали все карты ну надо же из двух колод выпали пустые карты говорящие о том что чё ты рассказываешь здесь они все сами прекрасно знаю здесь вам нужно немножко копнуть программу связанную счастьем позиция номер два красненький камешек и не вижу там по времени да все окей что давно нужно сделать вам но вы упорно этого не делаете что вам давно нужно сделать а вы этого как-то здесь вот обмен с людьми а вы этого давно не делаете вот здесь вы вошли в отшельника во первых шестерка педакли как я показывал по первой позиции здесь шестерка педакли такая да то есть двое людей вот один сканил голову да и здесь как будто бы хозяин одному человеку дает деньги там логина сам себя нарисовал а другому нет и сзади вот здесь вот справедливость и выпадает аркан отшельника тоже очень такой красивый когда он сидит на этой змея змея мудрость понимания вот и над ним луна то есть человек который отдалился уединился что вам нужно делать здесь как будто бы надо начать взаимодействовать с людьми до начать обмениваться чем-то с людьми взаимодействовать разговаривать долгое время как будто бы здесь почему я говорю долгое время потому что здесь луна нарисована над аршельником погрязли где-то погрязли в своем уединении закрылись вам там вроде бы хорошо понятно известно но мне кажется что здесь какой-то страх идет когда это король чаш страх идет знаете вот чувствовать это похоже на то что знаете вот эмпаты которые достаточно тонко чувствует эмоции других людей им сложно разделить где где их эмоции переживания а где переживания другого человека они стараются абстрагироваться да то есть они стараются меньше бывать в местах где большое скопление людей там на площадях в огромных гипермаркетах до магазинах кинотеатрах там где много людей потому что ну невыносимо у людей очень много более у людей очень много переживания негатива когда ты это начинаешь ощущать на себе это очень неприятно и не умение абстрагироваться от эмоций других людей да она приводит тому что человек находится в постоянном какой-то вот постоянной депрессии ну неприятные ощущения и он не может понять почему его постоянно это гложет состояние это на самом деле это не его эмоции так вот здесь вот у меня ощущение того что вы как как этот эмпат да как этот человек который умеет чувствовать и сопереживать с болью но переживать боль других людей и вот вы закрываете да здесь закрываетесь от эмоций да чтобы не чувствовать эмоции и вот какую-то боль от других людей плюс ко всему знаете вот ваше уединение вы как будто вы закрываетесь от вашего прошлого то есть то что нужно оставить не прошлое а эмоции которые вы переживали в прошлом вы как-то не можете их отставить и поэтому вы уединяетесь может быть для того чтобы проанализировать да может быть для того чтобы понять что вас эти делать то есть вот как какие-то переживания прошлого отдалили вас от людей от взаимодействия с людьми что еще здесь смотрите какая красивая десятка чаш десятка кубков мужчина обнимает женщину и вот здесь вот внизу чаша который держит маленький ребенок сидевший сидящий на лилии или лотосе нет скорее всего это лотос на здесь вот двойки у меня всегда проходит личные отношения здесь не знаете что что вы должны давно сделать вот как будто бы знаете начать двигаться дальше до жить продолжать жить дальше выстраивать новые какие-то отношения не бояться здесь вот ваш какой-то опыт обожглись обожглись больно и прямо такая вот чувствительность ранимые закрыли не хочу не хочу никого не впускать свое пространство ни с кем не взаимодействовать ничего не хочу и дальше двигаться не хочу и новых отношений не хочу и и вы уже понимаете вы не маленький ребенок вы уже не капризничаете что типа я ударился и надо подуть на ранку да нет а здесь вы как будто бы себя защищаете знаете вот закрылись я не буду желать ни семьи допустим если кто-то хотел выстраивать какие-то семейные отношения да может быть кому-то больно было в семье я имею ввиду вот ваши родительской да то есть отношения между тетями дядями там семейный такой родственный круг здесь какая-то вот боль и что вам нужно сделать карты говорят о том что вам нужно просто двигаться дальше что здесь за сценарий да вот я в первой позиции посмотрела я у вас тоже хочу посмотреть что у вас здесь за сценарий что не пускает вам не дает вам двигаться дальше что вы как-то закрыли зависли конкуренция конкуренция так если смотрит меня женщин давайте так сразу скажу здесь есть вот этот вот момент оценивания оценивание вас другими людьми и вы боитесь наверх кто-то из вас начал уже говорить о том что все я уже там взрослую же каких отношениях уже знаете как будто бы вот рукой махнул уже мне не светит и там пятое-десято есть более моложе более красивее надо здесь во первых как будто бы вы духом упали я не удивлюсь если вы сейчас пойдете в профессию да чтобы реализовывать себя как-то в творчестве в профессиональной сфере как будто вы знаете вот рукой махнули на эти отношения мы их в баню да не хочу мне больно неприятно вот поэтому здесь вопрос конкуренции да что я причем не вы сравниваете себя и сравниваете себя в минус да то есть я хуже я не вижу что вы сравнивали себя чтобы для я лучше я смогу я справлюсь здесь как будто бы ваша самооценка упала и страдания да вот вот эти вот ваши уроки причем вот мешаю да колода и у двойках уже не раз выходит карта страдания страдания переживания какие-то мучения здесь вот детский сценарий оставляли вас что ли как-то вот много много боли много крови не узнаете мне такого то ощущение по второй позиции что вы как будто бы себя наказывать если бы сейчас выпал сценарий жертвы я бы не удивилась как будто вы себя закан наказываете за что-то что когда-то сделали например это точечно будет но для кого-то это действительно важно если вы делали аборты вы как будто бы сейчас если сталкиваетесь с трудностями при выстраивании межличных взаимоотношений то вы себе добьете как будто почет что тогда я сделал аборт вот за это вот меня сейчас бог наказывает вот у кого-то какая-то вот такая вот установка есть но это точно конечно же но все равно ну вот депрессия я говорю по отшельнику почему с чем у вас связана эта депрессия недостаточно хорошие вот рассказала депрессия и карты я недостаточно хорошие здесь вопрос самооценки да и вот страдания что заставляет вас страдать давайте поразбираемся в этой ситуации вот конкуренция недостаточно хорошие это вот и депрессия это про одно и то же это про самооценку когда вы не верите в себя а если вы не верите себя конечно же нету понимание как выстраивать эти границы ну то есть если я себя не знаю я я я не могу сказать другому человеку вот это вот можно со мной делается это нельзя то есть не могу выстроить эти границы и тогда другой человек все время переступает эти границы вы как будто бы знаете вот сигналить и вот эту информацию что со мной можно да со мной можно по-разному как хотите почему у вас этот сценарий страдания с чем он связан погружение погружение в данный колоде театр кукол это вот вот это вот карта погружение это луна страхи страхи что вам чего вы тут боитесь что такое вас напугало ранее страдание откуда эти страдания какая-то вот темная что это такое знаете может быть кого-то вот наказывали причем знаете наказывали не во-первых игнора не кричали не ругали не били а отдалялись и молчание знаете вот вас как будто бы наказывали а молчание мы кого-то вот закрывали почему не говорят чулан чулан подвал что-то такое темное какое-то вот помещение может быть шкаф либо вы закрывались либо вас наказывали и вот и вам было там очень очень страшно и теперь смотрите как эта программа начинает работать ассоциация наказание где наказывает в чулане до где-то закрытое отдаление от людей и у вас эта программа осталась и и вы когда считаете себя что я недостаточно хорошие вы себя как раз таки поэтому и наказываете отдалением от людей да то есть как маленького ребенка куда-то забирали от общества там в чулан в подвал там не знаю в какое-то закрытое помещение холодное темное холодное какие-то вот бетон что-то бетон такое без света и и вот это вот у вас эта программа как будто бы осталось до меня тогда доказывали потому что я был не хорош за что-то да и сейчас когда вы считаете да здесь бессознательная эта программа что я недостаточно хорош особенно в отношении когда меня не выбрали это значит я плохой да значит меня не оценили я должен себя наказать и вы себя наказываете вот отшельничеством да то есть отдалением уединением та же самая программа вот вы себя как-то так наказываете а чем же вы так не хороши то а вы себя не считаете умным человеком понимаете здесь такое ощущение что вот вы где-то проигрываете в конкурентной вот этой вот борьбе что вы себя не считаете умным что вам как будто бы ну не знаю не хватает знаний что ли не хватает там знаете не хватает когда словесная какая-то вещь вы импад вы чувствуете но когда наступает вот это вот в кавычках а баталия либо вообще взаимодействие с людьми его то что вот я вам сказала по шестерке пендакли вы не можете отстоять свою точку зрения возможно вы не можете красиво говорить возможно вы не можете с вашей точки зрения да то есть не то что вам люди это говорят это вы так считаете что вы не можете что вас возможно костное языче вы не можете донести красиво свою мысль либо вы не можете правильно донести свою мысль а то есть вы начинаете говорить а поскольку так узнаете вот напрямую не можете сказать иногда такое возникает ощущение что от вас обижают и внутри в своей голове вот вы говорите вот я бы тебе сейчас нахамил да там меня материл но силу воспитания либо нежелание на равных да как-то вот ответить на хамство вы либо промолчите либо начинаете говорить вас включается эмоции очень сильно переживаете и не можете ну нету слаженной речи до чтобы отстоять себя но когда вы успокаиваетесь вы говорите себе да как как говорит моя мама умная мысля приходит а после ада то есть а после вы смогли бы ответить этому человеку но сейчас вот эмоции включились вы не можете и поэтому вы себя не считаете умно знаете вот иногда хочется сказать обидчику так тонко так вы знаете некий такой стёб чтобы вот ирония подколоть чтобы ему тоже было больно так же как и вам и поэтому вы себя не считаете умный то здесь ум не в контексте там не знаю выживание какой-то вот профессиональной сферы нет а здесь именно в общении в коммуникации с людьми знаете а еще здесь может быть такое что выпала девятка материи до девятка пендапли изобилия у вас настолько богатый внутренний мир но вот вот этого чакра не проработана вы не можете выразить то чем вы наполнены и и это даже не всегда связано с тем что вы не можете это рассказать а это иногда связано с тем что вы чувствуете но вы чувствуете настолько тонко что найти правильные слова чтобы описать это состояние невозможно почему потому что его можно только прожить например экстаз эйфория нирвана эти состояния их можно проживать их нельзя описать и вы многие такие моменты очень только чувствуете описать их не можете да то есть вы не можете обрести форму форму те состояния которые вы переживаете даже если допустим это негативные здесь сложно выразить свой какой-то внутренний мир здесь это как-то связано знаете с соединением ну вот всего мира вас иногда даже и не понимают нам почему потому что вы воспринимаете мир через чувства не да то есть вы например очень легко можете слиться с природой да с растениями с природными стихиями например там с морем на вот вы чувствуете вот этот вот запах запах моря до зависла потому что я сейчас это ощущаю себя погружать в то что чувствуете вы на вот это вот приборе и вы их понимаете если один человек просто смотрит ему кажется вода движется туда-сюда то вы когда смотрите чем попробует описать у вас такое ощущение да что вот какие-то энергетические волны проходят по вам то есть когда например идет прилив да то есть волна приходит вы как будто бы чувствуете что вот какое-то давление до вас отталкивает и когда вода обратно уходит да то есть вы можете вот так вот покачиваться да немножко медленно то есть вы это чувствуете взаимодействие еще расскажу другие люди смотрят и не просто видит воду вода как вода из-под крана только юм много а вы нет вы взаимодействуете с этим и поэтому иногда вас не понимает а вот эти состояния их невозможно описать их можно только прожить и пытай поэтому вот это ваша тонкая ранимая структура чувствительная она иногда вам приносит дискомфорт потому что вы чувствуете больше чем другие люди вы видите больше чем другие люди то есть вы видите иногда даже что вот если я сейчас отвечу обидчику то по сути это была в другой оппозиции я как будто бы раню сам себя вот что-то здесь такое проходит хорошо мы возвращаемся к нашему вопросу почему вы это не делаете что нужно сделать может сказали научиться взаимодействие с людьми до выходить из своего вот этого вот сценария наказания что вы сейчас себя наказали за что-то что что вы не видите все равно вот почему вы не двигаетесь что вы не видите сохранение вы не видите то что сейчас вот бездействуете на вы не видите понимать этот суть вы не видите суть для чего вам нужно взаимодействовать с людьми то есть знаете вы как будто бы не видите плюсы от того единение с людьми то есть единение с природой единение животными птицами и так далее здесь вы понимаете да почему потому что там нету вот этой вот словесной коммуникации и это вроде бы вам безопасно потому что вы чувствуете природа вас чувствует и это ваш понятный язык при взаимодействии с другими людьми там где есть словесные вот это вот форма общения языковой барьер у вас возникает и вы как будто бы не понимаете а зачем мне вообще как-то соединяться с другими людьми мне и так хорошо да вот я выстроила свой мир на то есть вы не понимаете смысла для чего мне соединяться с другими людьми какая цель вы не понимаете этого плоды да то есть ну плоды что это даст вот для чего я буду допустим там общаться с кем-то для чего мне вот новые люди нужны какие плоды от этого я получу если мы говорим о личных отношениях да то для чего что мне этот человек даст то есть если ты мне не даешь брак я с тобой не общаюсь вот прям совсем-совсем утрированно да чтобы это было наглядно понятно что еще вы не видите то есть вы во первых не увидите смысл взаимодействия с другими людьми вам скучно понимаете вот вам скучно здесь вы а поэтому вы отдаляетесь чего же вы так боитесь-то в людях а восьмерка педакли какого-то результата какого результата вы боитесь вы кого-то бы боитесь да что люди вас не поймут проницательность либо поймут либо не поймут что поймут либо не поймут поймут либо не поймут вы во первых говорите что люди вам будет пользоваться да как источником энергии а если поймут то здесь какая-то новизна так сейчас сейчас я уловлю этот момент а а если люди вас поймут то будет какая-то вам новизна от этого так два момента первое вы не видите то что не все люди вами пользуются пользуются как раз и потому что у вас есть этот сценарий страданий если вы его проработаете и не будете себя наказывать то есть и вы поймете четко кто вы и есть где ваши границы и будете позволять людям с вами как-то взаимодействует либо не позволять и говорить про это не бояться容 о вами не будет пользоваться вы не будете источник энергию других людей они не будут вас вампирить а если они не будут вас вампирить тогда вам будет безопасно вам мой безопасный вытог rejecting на равных общаться с людьми и увидеть что нового они могут вам дать то есть 1 здесь как будто бы два этапа первый этап это прийти к состоянию что я безопасности когда я разговариваю с другими людьми почему потому что пока вы не этот барьер не пройдете пока вы не поймете что вам безопасно общаться с другими людьми вы не увидите ценность их вашей жизни вы не поймете что они вам могут дать сейчас вы этого не понимаете почему потому что вы боитесь и у вас каждый человек это потенциальная опасность почему потому что вы боитесь сами себя да то есть вы поить сценарий то этот работает причем на всех людей здесь не такого вот это можно бояться здесь нет а другого нельзя бояться вы ждете подвоха от всех и от близких от далеких и чужих и знакомых и незнакомых здесь вот вот этот вот момент страдания нужно проработать что будет если вы проработаете вот этот свою самооценку понимаете юг как-то это не то что вот вам нужно сказать рекомендации сделай вот это и ты проработаешь свою оценку самооценку нет чем больше вы узнаете и понимаете себя в контексте того почему я это думаю почему кометы вот эти вот мысли я их притягиваю да почему я нахожусь в этом состоянии себя свои собственные механизмы да как только вы их начнете понимать тогда вам станет проще разговаривать с другими людьми почему потому что вот вы начали разговаривать смотрите с одним человеком да и вы понимаете что у вас есть вот этот вот сценарий что я недостаточно хорошность я буду сравнивать себя с человеком если я сравниваю я всегда сравниваю в минусе не сравниваю в плюс вашем случае вот вы начинаете разговаривать с человеком да иван просто говорит ой а ты не такая как все все слова к триггер включился не такая как все вы почему-то не будете сравнивать в плюс что но я выделяюсь у меня есть какая-то там фишка значит я самая классная значит я понравилась человеку нет вы сразу скажете не значит он видит во мне что я какая-то там сумасшедшая и там не понравился мой нос этом я не знаю лишний вес еще что-то вы даже начинаете себя гнобить и все это человеку нехороший вы уходите в минус понимаете вот это что будет если вы проработаете свои вот эти вот свою самооценку вы научитесь балансировать двойка педакли посмотрите здесь мужчина сидит на на одном колесе давно как цирки и балансирует научитесь балансировать с людьми да то есть вы будете двигаться по жизни не вот на этом колесе и параллельно он жонглирует двумя мячиками шариками если вы будете понимать что нужно сказать кому сказать когда сказать как себя повести да и причем это связано каким-то образом семьей то есть семья в 10 это десятка педаклей это логинов его жена и их дочь а вот вы сможете во первых если это ваша семья у вас как-то проблемы да когда они вот вами пользуются так далее то вы сможете быть счастливой до голубь сверху нарисовано вы примирение помириться кто-то сможет а с другой стороны вы сможете правильно взаимодействовать то есть понимать сколько вы отдаете не больше не меньше а если вам вы молодые хотите создать семью то таким образом вы научитесь взаимодействовать противоположным полным таким образом да что привезет вас к выстраиванию к выстраиванию из создать на той семьи который вы хотите вам уже не будут пользоваться понимаете потому что вы не будете позволять а чтобы не позволять надо знать себя да что можно а что нет а что для вас ценно если это ценно про это нужно научиться говорить вот такой разбор сегодня у нас был с двоечками хватит мне времени на троек или нет или запись прервется так давайте начнем если прервется значит прервется и позиция номер три третий камешек поэтому колоде что давно нужно сделать но я упорно этого не делаю тройки что вам нужно сделать но вы этого не делаете тройка педакли построение построение чего-то нового какого-то фундамента либо оттачивания своего какого-то мастерства здесь вы закладываете фундамент на что-то новое да что-то строите так а почему вы этого не делаете аркан мира хорошо мира это что это завершение либо это что вы как будто бы не видите новых возможностей до что давно нужно сделать но вы этого не делаете но вы не начинаете ничего строить потому что вы не видите возможности и выпадает здесь император да не берете на себя как-то вот ответственность почему суд такие серьезные карты прямо падают великие арканы три великих аркана смотрите здесь суд какой а почему вы не берете на себя ответственность я вот здесь не могу понять то ли вы завершился здесь какой-то это да и вам надо пройти именно момент перерождения и войти в это новое вот вы как будто бы знаете роды начались головка вылезла а тело осталось и это как будто бы застряли да как-то здесь показывает так что ну родиться как-то не можете либо роды начались а вы как-то сопротивляетесь на мне не хочу не хочу как-то что-то здесь такое вы как будто бы не хотите переродиться почему десятка мечей здесь знаете здесь вроде бы вы то ли не видите что-то завершение здесь что суд что мир что десятка мечей говорит о каком-то этапе который уже давно завершился который нужно оставить позади да вот как то вот я ж говорю пройти этот рубеж а вы его все никак не ходите на паш чаши смотрите здесь как раз таки вот я говорю этот рубеж смотрите здесь молодой человек сидит на качели причем это качели которые ну лошадки идут по кругу вы знаете вот как этот заезженная пластинка доходится до какого-то рубежа и потом дальше не идете она вот перепрыгивает как винили на эти диски да и опять пошла по кругу это коп перепрыгнула и опять пошла по кругу как то что здесь является этим триггером ну-ка покажите какой здесь сценарий почему вы как не можете переродиться какой-то здесь сценарий и потом посмотрю что вы не видите но здесь вот что нужно сделать надо перейти этот рубеж что это за сценарий так чувствуете себя нелюбимым понятно жертва здесь знаете какое-то такое вытащение что когда вы например себе говорите мне нужны деньги для чего для того чтобы я не знаю там поехать отдохнуть либо еще что-то и только вам приходит та сумма которая вам необходима на то что вы хотите сразу что-то случается и вы эти деньги жертвуете там семье там я не знаю счета надо заплатить то есть здесь вот ощущение того что вы постоянно жертвуете для вас жизнь это труд то есть надо обязательно чем-то жертвовать просто так мне ничего не дадут ничего не дадут и а здесь у меня такое ощущение знаете что вам уже дали вам уже предложили а вы не видеть вот отвечая на вопрос да что я упорно не вижу что возможности есть и знаете здесь как будто бы вот вас дьявол научил что за все нужно платить вот и вдруг неожиданно вам сказали на возьми это тебе подарок и вы так настороженно где подвох не возьму я нет а где подвох я не вижу здесь такое если есть сценарий ощущение того что чувствовать себя нелюбимы да что вы себя не любите да вы только жертву вы только должны жертвовать ради кого-то что-то вот дело только ради других то с чего вдруг мне вселенная просто так подарит вам вселенная говорит а ну-ка возьми пожалуйста этот подарок вы нет нет и не берете почему почему вот этот вот в чем тут подвох почему вы не видите что что-то вам может дать просто потому что вы это заслужили за свои страдания свои мучения почему вы не видите это смерть но здесь трансформацию потому что не проходите понимаете у вас очень много трансформаций вот а вы ее как-то не проходите не проходите не проходите вот в этой колоде скорее всего одна из многих когда тройку чаш логинов как раз таки нарисовал как любовный треугольник один мужчина и две женщины обычно других колодах нету и там другой смысл секунду это я хочу так вот здесь вы не проходите тройку чаш да любовный треугольник либо вы и какая-то третья сторона ситуация вот что-то есть такое что вот вам всегда приходится жертвовать я же говорю допустим подарок вы и семья надо пожертвовать этим подарком во имя семьи что еще здесь за сценарий сценарий из прошлого идет шестерка чаш что за сценарий связаны с прошлым именно девятки пендаклей красиво здесь девятка пендаклей сценарий связан именно знаете здесь такое ощущение что здесь какая-то программа которая говорит о том что я хочу стать состоятельным человек целостным не состоять здесь не финансы важны а я хочу стать к целостным человеком но вот чтобы им стать я должен пройти знаете вот как у фауста до 9 кругов ада и вот вы каждый раз когда сталкиваетесь со сложностями это для вас уже стало привычно то есть как-то знаете вот вы себе выбрали программу что путь ваш он тернистый трудности трудности только так и почему потому что каждая трудность вы видите в ней ценность она вас обогащает знаниями опытом становлением себя как личность и здесь у меня возникает такое ощущение что вам уже сказали хватит на вас то ты уже много отработал чего уже себе положено просто так просто потому что ты очень долго долго трудился а у вас привычка осталось это знаете как этот у спортсменов до привычка каждое утро в 5 утра просыпаться неважно суббота воскресенье там пасха праздники каждый день просыпаться и вам уже города уже не надо просыпаться ты уже не спортсмен ты уже ушел от спорта а привычка осталось вот в вашем случае здесь то же самое то есть это вот привычка что мне нужно преодолеть что-то мне нужно все время что-то какие-то вот трудности они меня закаляет и вы как будто бы вот два пути один тернистый через лес а другой светлый и вам говорят выбирай и тут и другой тебе привезет той цели которую ты хочешь а вы выбираете лес и вам спрашивают почему именно лес они светлая такая проселочная дорога когда светит этот цвет и цветут птички поют солнышко горит чем ты берешь вот эту темную потому что и вы сразу скажет а здесь какой-то подвох поэтому я сразу возьму сложный путь да но это будет мой как будто бы иллюзия того доходе это будет мой выбор чем я пойду вот поэтому солнцем пути а вдруг там какой-то подвох а там обязательно будет подвох потому что просто так ничего не бывает и вот вы выбираетесь время сложный какой-то путь потому что вы уже знаете настолько себя адресировали что вы уже кайфуете к вы видите от того что а сложность я смогу ее решить это вас уже наполняет как-то адреналином это вам придает не знаю какой-то вот внутреннее удовольствие того что вы уже как будто бы а вот это вот сценарий жертвы да вы вот некий такой мазохизм присутствует до что мне уже вот это вот боль она уже мне по кайфу и мне и и уже не хватает вот вам не хватает как будто этих трудностей что вы не видите вот мне просто интересно что что вы не видите сейчас он сказать театр кукол что вы не видите так общение что с этим общением некорректно задан вопрос хорошо давайте я спрошу иначе как как бы еще спросить что вы там не видите на что вам сейчас нужно обратить внимание вот именно в построение за закладывание вот этого вот фундамента почему вы не перепрыгиваете на что вам нужно обратить внимание разрушение выпадает башня здесь выпадала смерть здесь впадает башня что вам нужно разрушить контроль постоянный контроль хорошо почему вообще контролируете а вот вы смотрите почему контролируете это так это девятка до управление 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 почему вы контролируете посмотрите здесь сидит этот жонглер да с этими девятью уже злами горящими палочками вот здесь вам понимаете здесь как будто бы безопасно я говорю вот в ваш выбор да я выбираю вот вам нужно нету как будто доверия понимаете я же говорю вселенная вам объясняет то что уже на на забери ну просто так уже да и на халяву это же такое бывает она халява в контекте то что уже заслужил уже все отработал уже все хватит жертвовать а вы нет по привычке здесь привычка до управлять все должно быть по порядку все должно быть правильно это должно разрушиться этот контроль нету доверия усилия вот вам надо все время прикладывать какие-то усилия на своем пути почему для чего вам надо прикладывать ну вы привыкли так здесь понимаете здесь у вас выпадает карта заботливости да вот вы как-то какая-то у вас есть потребность здесь связанные заботы то есть вот вам забота приносит огромное удовольствие да она вас как-то наполняет вам не хватает большей открытости хорошо давайте еще раз спросим что нужно сделать да но вы упорно этого не делаете давайте я посмотрю на этой колоде что нужно сделать но и упорно не сделаете ну здесь что-то падает да глупец здесь вам нужно двигаться дальше двигаться за какой-то своей идеей да за какой-то своей мечтой здесь не нужно убегать во первых от каких-то эмоций до вдохновения что ли вот и перестать ощущать себя человеком нуждающимся каким-то да человеком как просящим что-то чего-то так а что вы просите девятка мечей ну страшно вам чего вы боитесь вы боитесь этих возможностей понимаете вот опять приходим к тому чему начали не идете вы в новые возможности потому что боитесь и здесь скорее всего ваш опыт заключается в том чтобы уметь обнуляться уметь оставлять старое позади что вам поможет вот что он поможет проработать этот сценарий перестать во первых что-то ждать да как у моря погоды а что нужно сделать нужно стать более решительным поэтому у нас выпадал в начале император да то есть принимать решение перестать закрываться здесь у вас дьявол вот все время в тройках у меня выпадает каким-то образом дьявол да а вы как будто бы знаете закрываетесь от от силы от своей силы от создания новых вы знаете вот новые возможности новые контакты вот вы от этого всего закрываетесь я стараюсь просто подумать понимаете здесь выпадает королева жезлов и у меня такое двойственное ощущение с одной стороны вы проходите все эти трудности сложности да девятка педакли она вас закаляет она вас делает такой независимой самодостаточной личностью как и по королеве жезлов а с другой стороны казалось бы королева жезлов это тот персонаж который не боится коммуницировать с людьми не боится вступать вот что-то новое да что-то создавать творится она все время в эпицентре всего внимания да находится она все время за любой кипиш за любое развитие за любое движение есть в ней двойственность вообще кроме дьявола есть у королевы жезлов какая-то тайная жизнь которую она скрывает что-то она всегда не договаривает это присутствует но здесь вы знаете с одной стороны вы боитесь вот эту свою черту вот вы боитесь стать таким человеком хотя вы к этому стремитесь я не могу понять не могу докопаться до истины почему вы боитесь стать такой вот королевой жезлов и выпадает у нас маг вы боитесь свои силы что ли вы боитесь того что здесь знаете у меня такое ощущение что вот если мы говорим о профессиональной сфере да то вот вас как будто бы ведут стать тем человеком магом волшебником который может абсолютно все да он может создать свою жизнь такой какой он хочет а вот вас вот этот вот сценарий жертвы какой-то знаете вот это вот жалости он не дает то есть вам себя бывает иногда жалко да вот очень много я работаю трудности у меня вот как то что то не получается такое ощущение что вот это вот жалость она не дает вам стать вот этим магом которым вам предназначено то есть вы придумали себе какой-то сценарий который будет останавливать вас от того кем вы знаете вот преднаписанного предначерчено стать каким-то человеком очень сильным очень важным значимым и вы сами себя саботируете на этом пути вот чтобы не стать таким человеком и поэтому ну вот вам жалко вот я много знаете вот с одной стороны у королева жезлов есть вот это вот фишка с одной стороны я хочу чтобы люди знали как мне трудно бывает в жизни что я через что я прошла а с другой стороны она не любит когда ее жалеет и вот здесь вот этот вот парадокс да то есть если ты не расскажешь о том как тебе было трудно тебя люди не поймут откуда они это узнают а с другой стороны когда рассказываешь но ясное дело что будет вот эти вот все переживания вместе с тобой и вот она не хочет чтобы ее жалели понимаете и здесь я вроде и и и и хочу быть этим магом и одновременно не хочу и поэтому вы не можете перепрыгнуть вот эту вот заезженную пластинку что вам поможет все-таки что поможет ну семерка мечей перестать играть играть на перестать играть в эти игры почему потому что вы знаете вы как будто бы сами себе расставляете ловушку а и осознанно сам придумал знаете здесь вот прям вот этот игра у вас происходит сама себя придумала на сама в это все ли вляпалась теперь сама все это буду расхлебывать и у меня получится и кто молодец я молодец вот этот сценарий проходит а вам говорят не надо вам на это на эти игры силы свои тратить а на что нужно тратить вот вы понимаете вы как будто бы свои возможности свою магию свою силу не туда тратите не в то русло во что нужно королева чаш в чувствованием чувствами использовать свои способности да именно вот эти женские качества чувствования сопереживания вот вы как будто бы знаете вот вот эти вот мужские все качества достигательства трудностей сложностей вот как как мужчина да действительно дисциплинированный вот как спортсмен не случайно я сказала спортсмена потому что они действительно вынуждены жить но по режиму да вот этого дисциплина необходимо а вам как будто бы не хватает по королеве чаш вот гибкости какой-то толерантности да к себе что еще вам поможет выйти и перейти вот этот вот рубеж который вы не проходите ну луна понимаете вот вы залипли смотрите какая здесь классная луна да мужчина нарисованный на над ним сверху луна женское лицо и он залип вот тут он смотрит да и он не может оторвать взгляд от этой луны время рот открыл и дышит ей вот вы залипаете понимаете залипли вы залипли что почему залипли что здесь какой-то не можете совершить какой-то прорыв не можете вы выйти вот сколько раз да обычно говорят уже по третьей позиции да уже когда это все случится да я не знаю это не от меня зависит вот как-то не проходите что вам мешает совершить этот прорыв башни а башня на повторе нужно разрушить что нужно разрушить здесь по башне пятерку чаш посмотрите какая здесь пятерка чаш может быть здесь вы какое-то решение найдете для себя вот девушка что здесь нужно этой девушке сделать вот она сидит смотрит в одну точку да как этот заколдованная да ничего не нужно сделать встать пойти и сделать все вот одно она же ведь не делает ее ничего не сдерживает мне узнаете вот какие-то мысли я Я говорю, почему по Луне сзади на тубочке лежит чашка и нож. Ну, то есть мысли о суициде, да? О том, что жизни удалась вот эта вот жертва. Жертву свою нужно проработать, понимаете? Что еще нужно здесь разрушить? Ну, перестать смотреть, наблюдать пашмичей за жизнью других людей, а начать просто жить, начать просто жить, не сравнивать себя с другими людьми, да? Рыцарь жезлов, вот, начать двигаться. Мужчина сел на мотоцикл и поехал, причем такой, знаете, достаточно рисковный, потому что он переходит линию, а там вот здесь вот пояс едет, то есть успеет он перескочить, либо его собьет пояс. Включить движение, да, адреналин, желание двигаться. Что еще нужно разрушить? То есть, ну, здесь восьмерка, час, нужно уйти, нужно оставить что-то такое дорогое, ценное для вас и двигаться дальше. Что нужно оставить? Повешенного нужно оставить, понимаете? Вот это ваша зависшая ситуация. Здесь, мне кажется, вас ничего не сдерживает. Вот вы просто сами не хотите идти. Почему вы не хотите идти дальше? Почему вы не хотите совершить? Потому что вот в вас попадает маг. Вы боитесь стать тем, кем вам предназначено, предначерчено стать. Кем вам предназначено стать колесо фортуны? Человеком удачливым, понимаете? Человеком, который управляет сам своей судьбой. А вы не хотите. Не хотите. Двойка жезлов. Ну, не хотите. Вы не можете перейти. Не хотите вы стать таким человеком. Не хотите. Понимаете? Вы можете говорить, допустим, себе, да, нет, это не так. Я хочу. Но я же говорю о бессознательных программах, которые мы не осознаем. То есть, если я вам скажу, что вы жертва, конечно, скажете, что нет. Но программы-то такие есть. Они работают. Если бы мы их осознавали, у нас бы жизнь была другая, понимаете? Но здесь наверняка есть какие-то программы, которые мы не осознаем. И вам их нужно просто найти и изменить. И тогда вот какую программу нужно проработать, чтобы пройти вот этот вот смерть, с которой вы очень долго. И если я занимаюсь чистками месяцев пять, то у вас, наверное, ну, как минимум полгода, я уже говорю о том, что, если не больше, что все никак не проходит эту трансформацию. Выживание. Вот там здесь был, вот смотрите, здесь был сценарий жертвы, а здесь выживание. Вот он ваш вот, жертва и выживание. Видите? Вот эти вот ваши сценарии, которые вам нужно проработать. Проработать сценарий выживания. Что жизнь, она трудная, жизнь, она сложная. Надо выживать, да, понимаете? У вас нету программы, говорящей о том, что жизнь, она в кайфу. То, что я вам говорила. Понимаете, что нету подвоха. Что подвох только в нашей голове. Нету сценария того, что вам все дозволено. Вот вам вот эту вот программу нужно записать себе. Вот как только она у вас появится, тогда вы сможете перейти вот этот рубеж. А пока вы его не переходите, потому что вместо программы жертвы и выживания у вас нету позитивной. Ну давайте вот я вот еще вот на какую позитивную программу, чтобы не смотреть только негативной. Какую позитивную программу вам нужно переписать? Вот жертву какую нужно переписать и выживание, что вам нужно переписать? Да, на какие позитивные программы, чтобы вот все-таки пройти этот рубеж. Потому что долгое время вы зависли в этих трансформациях. Вы сами знаете, мне пишите об этом. Вот жертву, на что нужно переписать жертву? Вот жизненная миссия. Как говорится, к гадалке не ходи. Вот смотрите, сценарий называется, ну у вас в зеркальном отражении жизненная миссия. А что я вам говорила? У вас выпадает маг. Смотрите, какой красивый маг сидит. Ну, ваше предназначение, да. Вам нужно стать тем человеком, которым вы должны стать. Вы знаете кем. Вот каждый из вас точно знает, кем нужно стать. Каким человеком, который творит свою реальность. Вот жертву нужно переписать сценарий жизненной миссии. То есть я сам творец своей жизни. У вас выпадал в самом начале император. Я уже про это говорила. То есть человек, который самостоятельно принимает решение, чего я хочу в этой жизни и делать. У вас есть на это силы. А вы почему-то, вам кажется, что вселенная вас все время испытывает, что это она и я не управляю своей жизнью. На самом деле вы достигли того уровня, когда вы управляете своей жизнью. А вселенная вам просто дает то, что вы от нее требуете. То, что вы хотите. Вы хотите трудности, она вам и дает трудности. А никак не наоборот. Не вселенная вам дает трудности, которые вам нужно преодолеть. А здесь как раз-таки выйти из повешенного, пересмотреть немножко по-другому. Вы транслируете то, что вы транслируете, вам это и дают. Хорошо. А сценарий выживания, что вам нужно? Что жизнь – это не выживание, не трудности, не преодоление. А что это? Это победа. Вот сценарий победа. Я победитель. Я смогу ставить цель. Причем здесь победа такая. Мужчина сидит на лошади. Видите, у него вот этот лук. Он ставит цель на луну, чтобы в нее попасть. Прямо как шестерка жезлов в обычных колодах. Но вот измените жертву и выживание на победу и жизненную миссию. То есть найти свою цель, стать тем человеком, кем вы должны стать. А вы знаете кем. Я не имею в виду в плане профессии. А именно в плане того, каким человеком я хочу стать. Удовлетворенным, счастливым. Поставьте себе такую цель. Вы себе такую цель не ставите. Вы можете ставить себе цель достигать чего-то в профессиональной сфере. Быть мастером, быть еще кем-то. А не ставите цель, например, быть счастливым человеком в семье. Либо просто наслаждаться жизнью в удовольствии. Ну то есть немножко по-другому посмотрите. И у вас это получится. Какой еще сценарий вам прямо сейчас? Необходим к позитивным? Давайте посмотрим. Мастерство. Понять и принять, что вы уже мастер. Вы уже мастер, понимаете? Вот тот маг, к которому вы должны были прийти, вам это уже просто нужно принять. Я уже мастер. И я уже творю свою жизнь так, как я хочу. Пересмотреть свои установки. И понять, с кем вы хотите стать. Каким человеком. Успешным, реализованным, счастливым, добрым, мягким, уважительным. То есть не ограничивайтесь общими шаблонами. Вы не такой, как все. Вы не такой, как все. Какой вы и на этом закончим. Ну вот восьмерка педаклей. Тоже карта мастерства. Ну что я скажу. Вот восьмерка педаклей. Вы уже мастер. Здесь выпадает позитивный сценарий. И здесь восьмерка педаклей. Вы мастер. Вы уже мастер. Что сказать. Троечки. Вот такой вот у меня был расклад и для вас. Сегодня, конечно же, колода Логинова жжет. Наверное, я ее теперь почаще буду использовать. Потому что почему-то я ее ассоциировала только с личностными отношениями. Да, с любовными. Но, как оказалось, в практике сегодня она заработала у меня. Прямо она такая. Как бы так сказать. Не то чтобы серьезная. Она прям такая. Вот я так сказала. Эгоистичная. Вот я так сказала. Так оно и будет. Вот у меня какие-то такие ощущения от этой колоды. Так. Хорошо. О, прям. По сравнению с другими позициями. Да, карт прям. Два раза больше. Вот такой расклад у меня был для вас сегодня. Я благодарю Татьяну за волшебный пендель. Надеюсь, вам он оказался полезным. Жду ваших комментариев. Потому что все-таки этот расклад набрал наибольшее количество голосов по поводу того, что сделайте его пожалуйста. Прощаюсь. Всем пока-пока.